Друзья, всем привет. Хотел снимать на столе, но понял, что не влажу в кадр. Короче, в последних крайних работах в гараже устанавливали кардан, кронштейн КПП. Газовая работала, продул и приболел. Купил гараж, ладно, дизельный взял. Сейчас открою его, посмотрим. Вообще, зачем его взяли? Понятное дело, что основное отопление во время работы это газовая пушка наша и мы от нее никуда не уйдем, пока не будет этот гараж или этот либо другой сто процентов моим, поэтому пользуюсь газовой пушкой, но необходимо поддержание температуры плюсовой в гараже практически постоянки, чтобы и машина себя хорошо чувствовала, и стены там, и при условии того, что неделю стоит гараж холодным, его невозможно протопить до такой температуры, чтобы можно было комфортно работать даже лежа на полу. Соответственно, была приобретена китайская автономка, значит, что у нас тут? Это автономный дизельный отопитель. Машины, это у нас получается Кунги, траки, краны, яхты и написано indoor, но, наверное, помещение. 12, 24, 220 вольт должна она быть. Сейчас откроем, посмотрим, что внутри. Можно купить и уже разобранную, и вешать отдельно бак, отдельную автономку, но не вижу этого смысла. Значит, вот так она поставляется. Сейчас мы достанем. Здесь у нас инструкция по эксплуатации, все кнопочки, комбинации и так далее. Это все почитаем, затем посмотрим. Есть же также инструкция и сборка по QR-коду, т.д. ошибок, но с инструкцией мы еще вернемся. Достаем автономку. Гофра брал с одним выходом, с четырьмя маленькими, а с одним большим, потому что проштудировал много информации и понял, что четыре выхода не очень хуже работают, чем один большой. Тем более мне не надо отапливать разные стороны. Значит, в комплекте идет ремкомплект, две сетки под свечу накала, оправка под установку сетки, крючок для вынимания и прокладки. Это откладывается до времен обслуживания. Далее, диффузор на рукав. То есть, вот так она надевается и чтобы было направление воздуха. Посмотрим, будем использовать или нет. Все, опять же, в день установки. Далее, такая же гофра с тонкого алюминия, но меньшего диаметра. Это под забор воздуха. Следующий пакет, это у нас глушитель с креплениями. Вот. Далее у нас идет фильтр для забора воздуха и набор хомутов с метизами, саморезами для крепления. Отлично. Заливная лейка. Это какие пользоваться? Ладно, этой лейка здесь не самое главное. И труба выхлопной системы. Мягкий вывод. Вот. Уже помятый. Ну и, конечно, уже сама автономка. Так, снимаем с нее пока паровон. Точнее так, задняя часть у нас брелок управления. Не знаю, привязано или нет. Включить-выключить, плюс-минус, добавлять, убавлять температуру. Батарейка на месте. Все есть. Также клеммы плюс-минус под аккумулятор 12 220 вольт. Ой, бру 1224 и шнур 220. Ага. Снизу у нас идет... Так, смотрите, они здесь еще и провод, положили. Как-то они сюда засунули. Это клеммники под аккумулятор. Подключение к аккумулятору вот сюда. Такая автономочка. Здесь воздух, топливо и выхлоп. Главное не путать вот эти два выхода. С этой стороны у нас диффузор воздуха горячего и сам пульт. Прокачка топлива и кнопки управления. Так, при включении автономки в сеть загорается основной пульт дисплей. Он отсюда еще и снимается, если не ошибаюсь. Да, высовывается. То есть мы его можем удлинить ему провод и перенести его. Возможно, там даже есть запас провода. Ну, есть. Какой-никакой запас провода есть. Его можно удлинить, открутить крепление и перенести его на стенку, либо куда-то в удобное для вас место. Так, пока трогать его не будем. Вот. Состояние аккумулятора, состояние включено-выключено. Со всем этим мы разберемся с вами после установки, когда мы будем запускать в... уже установим в гараже и будем ее запускать. Ссылочку оставлю на автономку в описании. Субтитры сделал DimaTorzok